Практическая психология Здравствуйте! В эфире программа «Практическая психология» в студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. Сегодня мы будем говорить о том, как пережить утрату, потерю и как правильно горевать. Да, вот даже о таком тоже поговорим. И я пригласила в студию гостью Марию Лялину, телесно-ориентированного психотерапевта. Здравствуйте, Маша! Здравствуйте, Надежда! Вот горе – это очень сильная такая эмоция, переживание в результате, например, такого определения есть, да, утраты близкого, любимого человека. Нас ведь нигде не учили правильно пережить вот это состояние, да? Конечно. И нужно сказать, что всё-таки это не чувство, это горе, это процесс определённый, да? У горя есть определённые стадии, вот, и о них бы хотелось поговорить, чтобы было понятно, что на какой стадии делать, и что же нужно человеку вообще внутри, снаружи от его окружения, внутри по отношению с самим собой, да, вот, чтобы всё-таки выйти на уровень хотя бы обнуления, да, или какого-то плюса. Сложно говорить, да, сложно и не принято. То есть что значит увидеть праздник жизни в потере близкого, любимого человека? Да, это невозможно, да, давайте не будем уходить в психическое расстройство, да, что как бы, да, я вдовствую, и это супер. Нет, конечно, такого не может быть. То есть это тоже не норма, да. Это такое отношение, это отклонение от нормы. А мы будем всё-таки говорить о том, чтобы человек понял, что с ним это произошло, прожил это и решил жить дальше. С такими минимальными, я бы сказала, последствиями для своей душевного состояния, для своей физики, да? Да, мы, конечно же, должны упомянуть о том, что вот когда происходит горе, сначала происходит шок, и человек замирает вот от новости, да, там, от того, что произошло. Да, о том, что там кто-то погиб, да, или там случился какой-то инцидент, там, несчастный случай и так далее. Но вот этот шок, это кратковременный такой процесс, то есть сколько он длится? Ну вот до первого сна. То есть вот человек может быть в ступоре, личность распалась на мелкие кусочки, то есть он делает какие-то механические движения, реакция не пошла. На автоматизме, да? Да. Нет как бы ни слёз, ни рыданий, то есть человек переваривает, он где-то замер. То есть автоматические могут быть вещи, да, каких-то осознаний, да, какого-то восприятия, так скажем, восприятия этого события, этой новости за правду, пока нет. Пока нет. И вот до первого сна вот этот вот шок, это такой, это как бы, это период для работы близких, а не для работы психотерапевта, потому что в этот момент, естественно, никто к психотерапевту не обращается. Там у нас по закону другие, да, процессы. Да, у нас другие процессы. Причём очень такие грамотно сложенные уже веками, да? Да. Да. И вот в этот момент, то есть что нужно человеку? Вот словно говоря, ему не нужно говорить, ну ты там крепись, там держись, там, ну как бы сожми волю в кулак, там у тебя дети и так далее. Вот, да, что нужно сделать? Как ни странно. Вот всё, что показывают в американских фильмах, когда происходит какое-то событие печальное. То есть тёплое питьё, сладкий чай, тёплое одеяло и сильное сжатие. То есть что происходит на уровне тела? То есть сильные объятия, лучше со спины. Человек может прореветься. То есть всё, что вы можете сделать, да, помогая этому человеку, да, который испытал этот шок от потери близкого человека, причём в литературе указано, вот вы сейчас сказали, 24 часа, да, чаще указывают там 48, ну как бы первые двое суток, да, потому что понятно, что у каждого эти процессы физиологически происходят с разными реакциями. Вот эти объятия, это та самая поддержка, которую вы можете оказать. Да, и причём нужно сказать, да, чтобы человек вышел из стопора, это должно быть сильное объятие, это должны быть вот не няшные такие обнимашки, а вот именно чтобы человек почувствовал, что он как бы не один. Во-первых, а во-вторых, при таком, вот когда человек находится в стопоре, это его выводит очень сильно на эмоции. И начинается следующая стадия. Это уже большой эмоциональный выплеск, как бы вот взрывная эмоциональная волна. Почему важно на неё выйти до первого сна? Потому что всё, что уйдёт в сон, оно уйдёт в неосознанное, в вытесненное, то есть человек будет кусочками потом вот это вот горе выскребать, доставать то, что у нас уходит с вами в бессознательное, неизвестно, когда оно взорвётся, да. То есть, условно говоря, знаете, такое вот бывает осуждение там на похоронах, там единственная дочь, например, не плачет, смотрят на неё и думают, ну вот как вот она может вообще? Не потому, что она не любит своего папу или маму, а потому, что она до сих пор ещё в стопоре. То есть она не разрешила себе? Она не разрешила себе эмоции. Она настолько это подавила, что она никак не может реагировать, понимаете? То есть классики вообще Уорден, Франкл, они описывают ситуации, когда, собственно, человек специально просит поставить там на похороны значимого человека себе работу и не приходит только лишь для того, чтобы остаться в матрице всё, как было в моей жизни, так и есть, чтобы из неё не выходить, чтобы не было вот каких-то перемен, да, трансформаций, чтобы с горем со своим не сталкиваться. И вот смотрите, эмоциональный выплеск, да, взрывная волна. Если мы её с вами из тебя не выпускаем, где она остаётся? В теле. В теле, внутри, правильно. И вот этот вот известный анекдот, да, лучше плакать у психолога, чем смеяться у психиатра, да. Это как раз про такие случаи. Это как раз про такие случаи. И вот про эти же случаи можно сказать, что вот лучше плакать, когда есть горе, чем плакать у онколога, не понимая почему. Откуда взялось. Откуда взялось. Да. Вот оно так вот берётся, к сожалению. Хорошо. Вот давайте немножко ещё про эти самые циклы, да, которые мы рассказали 24 часа, да, потом первая неделя, потом у нас идёт там месяц, да, проживание. Как вот в таких случаях дальше помогать? То есть что мы можем ещё, например, как специалисты с вами, да, во-первых, а во-вторых, что люди, которые не являются специалистами в области психологии, но тем не менее они могут тоже ведь оказать поддерживающую функцию. Да, конечно. Смотрите, как происходит на уровне семьи, на уровне системы. Условно говоря, происходит горе. И оно ведь не только для кого-то одного является горем, да? Это переживание для всей семьи. Но все реагируют по-разному. Ну, например, папа берёт на себя организацию похорон, мама эмоционирует, грубо говоря, истерит, ребёнок соматизирует, да? У всех свои функции. Хороняют бабушку? Ну, например. Например, бабушку там или дедушку, или домашнее животное, которое там, ну, например, собаку, да, которая 10 лет с ними жила и так далее, и так далее. Вот. То есть что происходит? Будет нужно каждому дать прожить. И условно говоря, если папа вдруг заистерит, ну, разрешите ему это, не видясь в этом слабости. Вот. То есть... Принятие, да? Да. То есть должно быть принятие определённое. Но смотрите, что происходит. У человека срабатывают защиты. И вот тот, кто берёт на себя вот эту вот, всю эту взрывную волну, например, там, женщина, которая там 40 дней плачет и продолжает плакать, она начинает очень дико раздражать. Окружающую, да? Потому что у тех, кто не плачет, у них эти эмоции подавлены очень сильно. И если они себе дадут волю этим эмоциям, они боятся сломаться, понимаете? И вот, как бы, здесь идёт очень сильное непринятие. То есть у каждого есть защита, то есть принятие должно быть это, во-первых. Вот. Во-вторых, горюющему разрешили горевать. И себе скорбь разрешить горевать. Ну, естественно, мы не можем сказать, что бывают идеальные ситуации, когда там... Описаны, да? Да, описаны. Вот у тебя две недели есть, да, ты можешь там проплакаться, погоревать, да, а дальше возвращайся к жизни. Ну, так не работает. К сожалению, так не работает. Потому что мы уже повторяемся, да, у каждого человека свои психологические и физические процессы, да, происходят. Да, у каждого вообще свой цирк. Свой темп проживания, да. И своя, как бы это прискорбно ни звучало, система сложных защит. Условно говоря, то, что проживали наши бабушки и дедушки легко. То есть смерть – это часть жизни. То мы сейчас ограждены полностью от этого процесса, и нам это очень сложно проживать. Давайте немножко вернёмся в историю. Я думаю, что вы, когда делали вот тренинг, который называется «Плащ Ярославный», да, вы, наверное, глубоко внедрялись в историю Руси. Каким образом на Руси раньше проживали вот эту потерю, вот эти состояния горя? Вообще, скажем так, была традиция оплакивания. Были плакальщицы. И, условно говоря, уходит человек, его провожают и оплакивают. Это, во-первых, не осуждалось. Во-вторых, когда воют, скажем по-русски, да, как есть, 20 женщин, та, у которой умер муж или погибли дети, она не может оставаться в состоянии стопора. Ей тоже приходится... Ей приходится плакать, приходится выражать и проживать своё горе. Она не может от него убежать. На работу, в компьютер, в какие-то планы там по решению этой ситуации, да. То есть нельзя никуда убежать, ты просто в процессе здесь и сейчас ты проживаешь. Вот понимаете, даже вот там, скажем, после войны, там, кто родился в 60-е, в 70-е годы и кто жил вот в сельской местности, могут рассказать о таких историях, что, например, ну вот забивают скот, и ребёнка звали на это посмотреть. Зачем? Не для того, чтобы он заикался, понимаете. А ещё такая вот в Туве была такая традиция, что нужно ещё, чтобы ребёнок посидел вот на тушке поросёнка. Не для того, чтобы, опять же, ему сделать психотравму, а для того, чтобы он понимал, что смерть – это часть жизни. И как бы эта примета, видите, чтобы достаток у него был, вот такая примета. Но на самом деле приучали ребёнка к тому, что смерть – это часть жизни. У нас сейчас что? У нас сейчас розовые поцелуйчики, няшки-обнимашки, любовная любовь, женственная женственность. У нас всё на позитиве, понимаете? И горевать нельзя. То есть как, ну что ты размазалась там, иди на фитнес там, ну какой там, ну что, вот это, понимаете, от общества, этот посыл, что горевание, плохое настроение, печаль, тоска, она осуждаема обществом, это раз. Во-вторых, вот человек, да, у которого горе, он находится, ну так скажем, в эпицентре коммуникации. От него ручки идут к разным людям. И вот когда у него случается эмоциональный взрыв, волной сносит кого? Его окружение. Окружению невыгодно идти в эти чувства. Не потому что у них нет, а как раз потому что у каждого из окружения есть своё маленькое и большое горе. Чтобы с ним не соприкасаться. Чтобы не дай бог, да, не досталось у тебя это. Да, 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 да. То есть нужно обязательно горюющую подругу отправить на фитнес или на массаж, понимаете? Они вместе посидеть и погоревать. Да. Потому что это же страшно. Это страшно. Страшно, потому что у самой есть столько скелетов в этом, да, соломшиков? Конечно, конечно. Тогда теперь вот от этого большого глобального, да, давайте перейдём вот именно к тем, к такой формулировке, как потеря, да? Или вот как вы сказали там, да, горевание. Что у нас подразумевается под гореванием? Ну, вообще, это прожить вот этот эмоциональный всплеск. После всплеска будет спад эмоций, да, так называемая депрессия. То есть принимать себя в этой депрессии, понимать, да, я сейчас ничего не хочу, но иду и делаю то-то, то-то, да. И вот точка выхода из этого состояния, она, когда человек, осознав, что с ним всё произошло, что у него есть чувства, что он их прожил, начать заново выстраивать коммуникацию со своим окружением. Человек, переживший утрату, он, например, был буковкой А. Через эту трансформацию он буковкой А не будет. Он будет в лучшем случае А1 или А10, да, возьмём там вот точки из геометрии. А вообще, по идее, он будет Б, С или вообще З, понимаете? Потому что очень мощная трансформация происходит. И вот когда трансформация пройдена, когда человек увидел, вот кроме значимости этих отношений, для чего ему жить ещё? Вот в этом моменте заканчивается как раз горевание. Хорошо. Об этом мы ещё поговорим. Мария, я хотела сказать, вот смотрите, ведь под гореванию подлежит не только утрата родных и близких. Горевание может быть, ну, например, женщина или мужчина может по-настоящему отгоревать, да, чтобы это, опять-таки, не ушло в какую-то психосоматику, например, окончание любовных связей, семейной жизни. Да. Однозначно. Карьеры. Когда иногда резко приходится спустя 25 лет менять что-то, это сложно. А отгоревать, то есть, условно говоря, что может быть потерей? Вынужденная смена места жительства. У тебя меняется всё. У тебя меняется работа, окружение, статус, место жительства само, да, уют. Нету там твоих шкафчиков, любимого пледа или, там, не знаю, гольф-клуба там, или с собакой негде гулять. Это всё очень большое потрясение. Потому что мы не можем делать по инерции, нам постоянно нужно принимать какие-то новые решения. Это тяжело. Это тяжело. Вот. То же самое, понимаете, вот потеря работы. Тоже горевание. Окончание любовных отношений. Тоже горевание. Вот вы понимаете, даже такая вот сейчас история, я всё-таки о ней упомяну, потому что женщины на это не обращают внимания. Вот мы даже не будем говорить там о замерзших беременностях, об этом тоже нужно горевать. Но есть такая процедура сейчас, как ЭКО. И вот вы поймите, каждый эмбрион, который не прижился, это так-то вообще-то тоже горе. Это так-то тоже ребёнок, который уже никогда не родится. Почему женщины в очень серьёзном психическом состоянии, вот, дёрганные после этих процедур, бывают там, когда не получается, несколько раз? Потому что они не приняли это как потерю. Это механическое, медицинское воздействие, на их взгляд, которое у них почему-то не получается. А там горе утраты, понимаете? Оно не проживается, и идёт очень большое эмоциональное напряжение. Так вот, даже это, казалось бы, вот клеточка, да, маленькая клеточка, она и то является потерей, которая психикой проживается. И поэтому сейчас очень часто говорят о том, что, когда, например, женщина идёт на ЭКО, её нужно грамотно психологически сопроводить. Потому что больше бывает результата, но и, конечно же, меньше последствий. Это действительно так. Это действительно так, вот с этим полностью я соглашусь. Хорошо, как проявляется у нас вот эта неотгорёванность? Ну, вот понимаете, как это может проявиться? Во-первых, мы будем говорить о том, что сильное очень напряжение в теле у человека. Да, но человек тоже говорит, ничего-ничего, я ведь держусь нормально, всё. Видите, даже, да, я продолжаю работать, я выполняю все эти функции, которые я выполнял и до этого. И это как раз-таки показатель того, что нужно ему намекнуть, что, возможно, ему нужна психологическая поддержка. Понятно, что если человек не готов, ковырять и толкать не нужно. Ну, последствия-то будут необратимы, он не случайно же не готов. Хорошо. Какие звоночки, вот, например, да, нежелание что-либо делать? Да, какая-то постоянная апатия. Я вроде бы, да, весь в процессе, но тем не менее... Апатия. Ну, вот смотрите, как раз вот на стадии депрессии и апатии как раз человек к психотерапевту и обращается. Потому что в этот момент он начинает понимать, что что-то у него всё в жизни хорошо, но почему-то ему плохо. И вдруг он начинает... И к психотерапевту он приходит, а психотерапевт спрашивает, а сколько у вас такое состояние? Ну, лет пять. А что у вас было пять лет назад? А-а-а! И больше не приходит. Или приходит, когда месяц подумал, например. Понимаете? Потому что пять лет назад как раз случилась ситуация, где было большое эмоциональное потрясение. и неважно там, понимаете, кто-то... Мы все по-разному у нас, разная устойчивость психологическая. И для кого-то там потеря чихуахуа, она будет как бы точно так же вот болезненно там, как, я не знаю, ну, как развод, например. То есть как бы вроде бы для меня в моих личных критериях, ну, животные живут меньше, чем люди, да. И мы должны изначально вроде бы к этому готовы быть, да? Да, да, да. Но тем не менее... Но тем не менее вот... Когда собака, например, является действительно членом семьи, да, то это большое горе. Да, то это очень серьёзно проживает. Я сейчас хочу озвучить примерно, какие симптомы, ну, по крайней мере, очень многие светилопсихологии озвучивают, да. Значит, сильное изменение сна. То есть вы вдруг понимаете, что сон уже не даёт вот такого качественного отдыха, да, что часто бывают головные боли, панические страхи, изменение аппетита, причём потери веса или, наоборот, повышение веса, да. То есть это тоже как раз то, о чём мы говорим. Дальше приступы необъяснимого плача, если оно, он есть, но мы никак не можем, опять-таки, его обозначить, да. То есть слёзы всё время у меня вот на глазах, и я уже не помню, по какому поводу. И без повода, слушай, да? Да, да, да. Дальше приступы усталости, общая слабость. Иногда у некоторых людей начинают, например, в связи с тем, что всё же все эмоции живут в теле, там, да, мышечный тремор, руки, да, например, трясутся. И мы начинаем обращаться к любому специалисту, посмотрите, что-то у меня с нарушением сна, да, посмотрите, что-то у меня руки трясутся, да, что-то вот как-то вот происходит. И начинают ходить к неврологу, начинают ходить там ещё по терапевтам, терапевт направляет к другим специалистам. И очень часто, потом, когда обследовавшись полностью, ребёнка, говорю, да, взрослого человека посылают именно к психологу, к психотерапевту. Так что же мы можем сделать? Вот так как вы у нас телесно ориентированный терапевт, расскажите, каким образом через тело вы работаете? Ну да, вообще я скажу так. Когда горе застарелое... А что является показателем застарелого? Ну, это вот как раз, когда вы плачете, но не помните о чём. То есть это уже было давно. А сил вам физических хватило, да, чтобы чем-то несерьёзным хроническим заболеть. Вот, да, и как бы вы сильно в этой теме не копались. Вот приходите к психотерапевту и говорите, например, ну, мне плохо или я ничего не чувствую, да. И мы начинаем с того, что просто возвращаемся в тело. То есть, по сути, с человеком, который ничего не чувствует, рано кричать, да, рано рыдать. Его нужно просто заземлить. Вот есть практики заземления, с которых мы начинаем. Ну, например, что это такое? Ну, что такое в практике? Хотя бы, чтобы это очень простое. Ну, вот очень простое, например. Потому что, я сейчас объясню, почему мы, да, вот программа называется «Практическая психология», и чем больше люди будут знать о методах психологии, да, тем больше будет доверия. Да. А вот объясню. То есть, что такое заземление? Человек, собственно, горюющий, но не отгоревавший, ложится на живот, на коврик, на плед, но не на матрас. Вот. Ложится голову на бок, ну, вот примерно такая же позиция, как на массаж. А второй человек ложится грудной клеточкой, ему на грудную клеточку, затылком на затылок, собственно, да, так же голову повернув. Ну, это терапевт, да? Да, 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 да. То есть, мы полностью соприкасаемся телами, и что же происходит? Очень часто человек не дышит. То есть, его дыхание, оно как бы вот, в основном он живёт на задержке. Маленький, неглубокий вдох, длительная задержка и короткий выдох. Но когда на тебе такой пресс, ты вдруг начинаешь дышать. Вдруг ты чувствуешь, что, ой, напряжение в теле, ой, там, ой, сям, я начинаю чувствовать своё тело вообще, ну, как бы вплоть, то есть, смотрите, вплоть до агрессии, почему это я тебе деньги плачу, а ты на меня лёг тут, вообще разлёгся. Ну, вообще, нарушаешь мои границы. Да, но понимаете, как это работает? Это как раз-таки работает в том плане, что у человека появляются чувства. Во-первых, он начинает чувствовать своё тело. Во-вторых, комфортно ему, некомфортно, напряжён он или нет. И когда мы интенсивно дышим, что происходит? Мы подхватываем свои зажатые давно рыдания. То есть мы это где-то сжали, а они могут пойти. Если они пошли, клиента нужно в этом поддержать. Сказать, да, с тобой всё в порядке, ты меня этим не смущаешь, неважно, о чём ты плачешь, главное, вырази то, что ты чувствуешь. Да? То есть вот, и человек может сначала вообще не понять, о чём это. Он может не понять вообще, зачем он плакал. Он может забыть, что он вообще умеет плакать, да? Особенно с мужчинами такое созрелыми происходит. Ну, там плакал когда-то в детстве, всё. Вот. Но, тем не менее, потом, через какое-то время, до него начинает, ну, как вот эта вот причина-следственные связи, они выстраиваются. Память то, что вытеснило, она начинает достраивать. Более того, после таких практик, часто бывает такое, что сон случается. Наконец-то глубокий, вот как провал такой в сон. То есть психика немножко разгрузилась, наконец-то можно отдохнуть, не перемалывать бесконечно этот стресс во сне. Вот. То есть вот практики заземления, да, это с чего мы начинаем, потом мы начинаем дыхательные практики. Они направлены на то, чтобы начать чувствовать зажимы в теле. А там, где у вас зажим в теле, там как раз будет та вибрация, которая поможет выразиться в рыданиях и в голосе. То есть, да, увидев, где зажим в теле, через дыхание, мы там можем подключить голос. Также я использую динамические медитации. Это тряска. Вообще, на самом деле, вот ещё на первой стадии шока, если человеку вдруг вдохновить его на то, чтобы он поорал, потрясся, попрыгал, побил диванные подушки, не понимая даже, что он делает, ему будет легче пережить горе. И вот когда мы соприкасаемся с горем через заземление, вспоминаем, с чем нам работать, там мы возвращаемся в те самые действия, которые нужно было дать, сделать человеку во время шока, переходя к отрицанию. То есть вот до того, как он ещё начал отрицать, вот этот маленький механизм сформировать выражение этих эмоций. Вот. Собственно, этим мы и занимаемся. Вот на таких тренингах, как плачь Ярославны, но это можно делать и в личной терапии, потому что это всё, ну, как бы это всё нужно, это всё эффективно, это всё улучшает, понимаете, наше здоровье в первую очередь, физическое, потом уже психическое. Хорошо, Мария. А вот бывает такое, что, например, человек приходит и говорит, вроде бы у меня ведь не было ничего такого, что могло бы меня потрясти, да? Я не переживала никакие утраты, у меня не было особых каких-то горестей, но тем не менее я не чувствую, я не чувствую себя, я не могу выразить всё то, что происходит в моей жизни. Я живу как в скафандре. Смотрите, ну, такое может быть, это не обязательно связано с горем. То есть такое состояние может быть, во-первых, у того, у кого изначально шизоидный тип психики. Вот половый, ну, кто такой шизоид, да? Вот, то есть основная эмоция такого человека — это страх. А когда, то есть страх, естественно, неосознаваемый, то есть это не значит, что человек всё время в панических атаках там бьётся. Нет. Просто для того, чтобы ему всё страшно, и для того, чтобы себя защитить, он ничего не чувствует. Не чувствует. Да. То есть что с таким человеком нужно делать, если он пришёл и говорит, помогите мне, наверное, мир чувств, он как-то поинтереснее, чем мой. С ним нужно начинать дышать. Вот. И возвращаться в тело. То же самое. Заземление и дыхание. И когда он в тело возвращается, вдруг он начинает... Какие чувства! А что это, он не понимает. Потом нужно работать с механизмом, то есть формировать механизм узнавания своих чувств. То есть сначала это была обида, а на самом деле гнев. То есть клиенту это нужно возвращать, то есть и вот методом проб и ошибок научаться. Это навык, понимаете? Вот. Вот такое может быть в этом плане. А может быть совершенно такая ситуация, что человек не считает, что по поводу какого-то события нужно горевать. Ну, например, вот, то есть если там ещё вот по поводу детей возьмём, да, мужчина вообще как-то, ну, мужчина же не рожает, он в теле не вынашивает, да, он участвует, безусловно. Вот. Но, тем не менее, вот как бы он не настолько в этом процессе. Но, понимаете, вот, например, там потеря ребёнка, ну, даже вот беременность там прерванная, там, по каким-то причинам, неважно, она вообще-то тоже является горем и для мужчины. Но он-то вообще не понимает, о чём горевать, потому что он этого ребёнка-то не видел. И по какому поводу вообще женщина-то страдает, да? Да, и он не понимает. И начинаем работать, оказывается, у него были ожидания, была мечта там о сыне или о дочке. Я не знаю, там неважно. То есть у него-то уже в голове, эмоционально, в ожиданиях всё выстроилось? А не случилось, да? А не случилось, понимаете? Это горе. И видите ещё, в чём дело? Бывает какое-то потрясение происходит после... Ну, условно говоря, вот, например, там, вас с рождения готовили к тому, что вы будете великим переводчиком, или переговорщиком, или журналистом. Там, в школьные годы вы в этом делали серьёзные успехи, там, и так далее. То есть, там, к поступлению на журфак, там, ну, например, у вас было целое портфолио того, что там вы делали, там, с 10 до 17 лет, ну, например. И потом что-то в вашей жизни происходит личное. Ну, например, влюблённость, там, которая, так скажем, ну, не закончилась тем, что вот, ну, как вы хотели. Или там, например, ну, я не знаю, авария, которая вас вывела из строя, и потом вы уже не захотели этим заниматься. И вы понимаете, вот вроде бы ничего такого страшного-то не произошло, но вы перестали этим заниматься. Вы не сделали карьеру, вы выбрали что-то другое. Так вот, поймите, а человеке, которым вы не стали, тоже нужно поплакать. Интересно. Понимаете? То есть, мы не стали в этом успешны. У нас есть, безусловно, какие-то сожаления. Потому что, может быть, мы решили, что мы недостаточно для этого хороши, что мы не справимся. И это тоже повод отгоревать. То есть, это та судьба, которую мы не выбрали. Это наши какие-то идеализации, которые не случились. Это нужно отпускать. Отлично. Вот смотрите, Маша, вот сейчас нас слушают, да, люди и думают, вообще у нас масса поводов для того, чтобы поплакать, погоревать, да. Это вообще нормально. Это вообще нормально, да. Конечно. Но, как мы уже начинали в программе говорить о том, что это не приемлет, в принципе, общество, да. Обществу не надо вечно плачущих, страдающих и сильно горюющих. Лучше, вот пусть они будут в состоянии стресса, да, ничего не чувствующие. Такими людьми удобнее управлять. Да, конечно. А тут надо же, он еще прислушивается, что там внутри него происходит, да, что вокруг него происходит. Ну да. Маша, скажите, пожалуйста, а каким же образом мы можем понять, что вот действительно тема отгоревана, отпущена? Какие есть такие критерии, ну, или маркеры, да, как я называю, что вот я понимаю, все, вот это я уже отпустила, и это теперь точно никаким образом бумерангом ко мне не вернется? Ну, вы знаете, это на самом деле заблуждение, что это можно навсегда пережить. Так. Вот, потому что если мы с вами говорим о том, что, ну, там, условно говоря, плакать себя тем, кем ты никогда не будешь уже, да, это одно, это о себе. Это может закончиться, но вы поймите, что, как бы, если вы похоронили маму, у вас больше никогда не будет мамы. И когда будет ее день рождения, вы всегда будете вспоминать, как вы его отмечали. Просто вам будет не больно, горько, и вы не будете ненавидеть весь свет, а у вас будет легкая печаль, легкая грусть. Такая трансформация, да? О том, что вы выросли уже, и что, как бы, мама только в вашем сердце сейчас, да? То есть уже будет по-другому, но все равно вот эти вот чувства того, что и осознание того, что человека нет, оно вот будет. Но это уже не так разрушительно, да? Конечно, это не так разрушительно. Более экологично. То есть это уже... Мы не можем сказать, что горе... То есть, условно говоря, мы дееспособны, мы это пережили, но это не значит, что никогда не будет болеть. Или, например, мы возьмем ситуацию совершенно страшную, да? Если родители уходят, это как-то логично. Когда уходят дети? Раньше, чем мы. Когда они уходят совершенно в младенческом возрасте? Когда мёртвые роды такое случается, да? То есть вот что в этом случае делать? Как? Это всё равно будет болеть. Понимаете? То есть как бы... Да, мы будем понимать, что как бы есть другие возможности, да? Есть там, условно говоря, после, там, рождённые дети, да? То есть я их люблю, там, и так далее. И у меня всё сложилось в этом плане. Но вот это-то, оно же останется. Оно останется, но, тем не менее, ты продолжаешь жить уже... Естественно. Ощущая, чувствуя, понимая, что ты не запрещаешь себе вот эти самые эмоции, да? А ты разрешаешь. Ты живёшь, а не как в самом начале мы говорили. Да. Вроде бы живу. Вроде бы живу, но вроде бы и нет. То есть здесь, понимаете, то есть что происходит? Как бы чувства будут по поводу этого? Ну, я говорю, да, светлая грусть там, вот что-то печаль. Но чувства будут и другие. Когда мы с вами не отгоревали, как правило, у нас нет ни хорошо, ни плохо, у нас всё серое. Ну, ещё должны мы помнить, как уже взрослые люди, о том, что если мы возник... Ну, если в жизни возникают подобные ситуации, да, то рядом с нами всегда есть дети, которые смотрят. А как мама с этой ситуацией справилась? Мы тем самым показываем пример, что да, я имею право на всю ту гамму переживаний, я не запрещаю себе это. И я это делаю ради того, чтобы продолжить жить дальше. Да. И, честно говоря, кроме того, что это, ну, так скажем, сильно не скрывать, да, нужно это всё-таки найти в себе силы, ребёнку объяснить и проговорить. Вот. Потому что ребёнок иногда может испытывать сильное потрясение по поводу таких, ну, сверх выраженных чувств, да, или, наоборот, сверх подавленных, да. И, ну, то есть это нужно объяснять. Например, там, мама, там, почему ты не улыбаешься? Потому что то-то и то-то произошло. И я чувствую то-то и то-то, да, опять-таки. Если мама не понимает, что она чувствует, она просто говорит, я это переживаю. Я пока просто не знаю, как это выразить. Ну, например. То есть чтобы ребёнок понимал. Да. И в то же время никто не отменял у нас специалистов-психологов, психотерапевтов. То есть если, например, вы понимаете, что сами не можете на эту тему разговаривать с ребёнком, да, то чтобы не было психологической травмы у детей, обращайтесь к специалистам, да, дипломерам. Ну, я хочу сказать, что вот по поводу, да, мы очень сильно пытаемся защитить наших детей от жизни. Вы вот поймите такую вещь, что вот если мы, например, ребёнку не говорим, что один из родителей погиб, и рассказываем какую-то историю, что он куда-то уехал, вот, понимаете, это немножко хуже. Это ещё. Это ещё хуже, потому что вот эта вот ложь, да, она рождает ложные надежды, и потом просто у выросшего ребёнка ещё больше претензий. Вот. Это немножко неправильно, это во-первых. Во-вторых, мы пытаемся не показывать смерть. Посмотрите, вот 20 лет назад, да, похороны там кидают ветки, цветы, оркестр, да, человека провожают. Все понимают, что его больше нет. И дети, и взрослые, и соседи. И никто не спрашивает, а где это Пал Палыч, почему он не спускается, на скамеечке не сидит, потому что все видели, как его провожали. И это исключает вот этого вот болезненного ковыряния, понимаете, что происходит сейчас. Никто ничего не видел. Куда-то человек пропал. Куда-то человек пропал, его куда-то увезли, более того, там, ну, как бы, кремировали, развеяли, да, я не против кремации, дело не в этом. Просто никому не рассказали, никому не показали, да, и человека не проводили. Это ведь делается не для человека, который умер, это делается для людей, которые живы, чтобы они осознали, что больше этого человека нет, что сейчас нужно выстраивать систему своей коммуникации в опоре на другие точки. Понимаете? Спасибо большое, Мария. Сегодня мы говорили на очень серьезную тему, как пережить утрату, потерю, и говорили о правилах горевания. Мне раскрыть эту тему помогла телесно-ориентированный терапевт Мария Лялина. Спасибо большое, Маша. Спасибо, Надя. Ну, а мы вам всем желаем хорошей жизни, интересных встреч, ну, и наслаждайтесь каждым днем. Жизнь конечна. Практическая психология